Увлекаясь обработкой фотографий, пользователь зачастую уделяет все внимание изображению, забывая, что есть такая вещь, как текст. И текст иногда может тоже являться украшением фотографии. Инструмент находится вот здесь, под буковкой Т. Если мы нажмем левую клавишу мыши и поддержим ее, то мы видим, что есть два типа инструмента. Это просто текст и текст маска. Сначала возьмем просто текст. Изначально все просто. Задаем место, где будет печататься текст. Выбираем шрифт. Выбираем написание, наклонный, толстый или стандартный. Размер. Размер текста предлагается от 6 пунктов до 72. Если 72 пункта слишком мало, ну, смотрите сами. Допустим, мелко для нас. Больший размер можно задать, вводя цифры вручную. Например, 200. Для того, чтобы двигать текст, не нужно выбирать инструмент перемещения. Вы просто уходите с поля текста. Курсор приобретает вид стрелочки с крестиком. И текст вы можете двигать по картинке. Цвет текста задается вот этим прямоугольником. Чтобы его изменить, надо выделить текст. И вы попадаете в окно цветового выбора. Сделаем его потолще. Очень эффективно изменять текст можно с помощью инструмента. Вот под этой иконкой. Буква Т с полукругом под ней. По ней вызывается окошко, в котором вы можете выбрать, каким образом текст следует исказить. Например, представить его в виде арки. Передвигая ползунок, вы меняете кривизну арки. Или представим в виде флага. Здесь все очень просто. И остальные варианты вы можете попробовать сами, в качестве домашнего задания. Но пока ставим его в первозданном виде. Изменить некоторые параметры текста можно как из инструментальной панели, так и вызвав дополнительную панель, которая имеет просто немножко пошире возможности. Например, можно изменять вертикальный, горизонтальный размер букв. Можно изменять расстояние между строками и между буквами горизонтальное расстояние. Ну, а также некоторые эффекты, которые недостижимы в инструментальной панели. Также попробуйте это самостоятельно. Дополнительно украсить текст можно, добавив к нему различные стили. Для этого нужно нажать правой клавишей мыши на слой с текстом и в меню выбрать вот эту строчку, где можно изменить стиль слоя. Например, задать окантовку текста. Ползунком изменяется размер окантовки. Или задаете иной цвет. Это бывает очень эффективно, если нужно темную надпись выделить на темном же фоне. Также можно задать, например, тень. Я сделаю ее менее прозрачной, чтобы было лучше видно. Можно изменить угол падения света. Возможности весьма широки. Если будет желание, попробуйте все эти опции. Вы получите представлений больше, чем если бы я их сейчас все вам показывал. Сохраним в этом виде. Теперь этот слой нам больше не нужен. Мы перейдем к рассмотрению другого типа текста. Поэтому просто его удалим. А посмотрим, что такое текст маска. Текст маска набирается точно так же, как текст. Только едва вы нажмете клавишу, чтобы начать вводить текст, вся картинка покрывается красной быстрой маской. Если вы помните, что это такое, вы это сразу узнали. Теперь пишем текст. Также можно изменить его размер и подвинуть в то место, где нам нужно, чтобы он располагался. для него действуют все те же самые возможности, что для обычного текста. Но только до тех пор, пока мы еще раз не нажмем на слой, в который мы вводили текст. Нажимаем левой клавишей мыши и получаем выделение вместо текста. Используя комбинацию клавиш Ctrl-G, мы можем это выделение сохранить как отдельный слой. Ну а теперь можем и работать с ним, как с отдельным слоем. Ну, например, изменить яркость и контраст. Что бы вы теперь не делали с этим слоем, буквы будут сохранять в себе часть изображения, то, которое было захвачено маской. Этот прием еще больше расширяет возможности работы с текстом. И на таких простых примерах мы увидели, что текст может быть полноправным элементом изображения. Иногда даже украсить его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok